Здравствуйте, я Бобинов Григорий Вячеславович, председатель инициативного комитета первичных профсоюзных организаций фабрично-заводских комитетов Фонда Рабочей Академии. И снова мы спускаемся в метрополитен, где год назад коллективные действия метростроицев привели к тому, что удовлетворили частично их требования, но в дальнейшем они не организовали свой боевой профсоюз и при наличии классного плана, не объединившись, ничего не смогли добиться и уже многие уехали работать в Москву, кто-то вообще уволился из метростроя из-за того, что они не поняли, что же такое профсоюз и для чего он нужен. Непосредственно год назад и далее я разговаривал с рабочими и у них было одно и то же, что да, есть какой-то профсоюзник, вроде бы он освобожден, но я знаю, кто это такой, но что он делает, я не понимаю. Но ситуация в метрополитене меняется, люди наконец-то, работники стали осознавать, что надо что-то менять, надо объединяться именно в свой профсоюз, что в этом профсоюзе должны быть руководители именно снизу, это машинисты, это слесаря, это монтажники электрооборудования, которые на себе испытывают все вот эти сложности и невзгоды в работе, которые именно хотят что-то изменить, потому что человек, который сидит в удобном кресле, в теплом кабинете и у которого есть солнце в окне, не поймет того слесаря, который лежит в холодном депо и крутит гайки. А менять есть что, это ошибки при проведении соут, представляете, провели соут, измеряли, измеряли и не нашли никакого шума, то есть шум поставили норма, а электромагнитного поля вообще не нашли. То есть мы все посещаем в метро и я не знаю, какими измеряли приборами, что шум у них норма, потому что когда приезжает к перрону электричка, там рядом человека не слышно, а вот эта рельсина, которая такая огромная, которая находится под перроном и в которой проходит там сотни киловатт, ну как это нет у электромагнитного поля. Ну не нашли, поставили вредность 3,2, но потом поняли, что переборщили, там желтый профсоюз все подписал и отдельным пунктом в колдоговоре для отдельных работников составлен отдельный список, который голосит примерно такое. Вредности нет, но вы будете по 3,3 работать, то есть 36 часов в неделю и там различные доплаты, но опять же не все, потому что вредности-то не нашли, но вот послабление вам сделаем. Это и кадровый дефицит. Вот в этом же депо номер 7 не хватает 90 работников, это вот слесарей, это монтажников электрооборудования и тому подобное. То есть не хватает сотрудников, один слесарь работает за троих или там монтажник электрооборудования, и когда машинист приходит принимать электропоезд, чтобы осуществлять свою деятельность, естественно он видит, что что-то недоделано и предъявляет претензии, что ну а вот этот, почему не сделали вот этот, от этого же зависит безопасность пассажиров. На что сказать этому бедному слесарю, который работает за троих? Он конечно же выложился на полную, но одно дело две руки, другое шесть. Он просто не успевает чисто физически, это не мог этого сделать. Но начальство идет на то, что сталкивает лбами непосредственно тех, кто ремонтирует и те, кто гоняет этот подвижной состав, машинистов со слесарями и с электромонтажниками. И говорит, вот посмотрите на этих неблагодарных сволочей, вот посмотрите, пришел чистенький, весь такой холеный и предъявляет претензии, ты сделал все, что мог, а вот он. А получается, что просто уводит проблему в сторону. А где эти 90 человек, которых дефицит именно в этом депо? Может быть от этого зависит безопасность именно пассажиров? Почему этот машинист должен принимать вот такой вот подвижной состав, в котором столько недочетов? Те же машинисты. У них там не работают кондиционеры. То есть кондиционеры, они отвечают за тепло зимой и за холод летом. Соответственно, зимой приходится чуть ли не валенки одевать. От кого это зависит? Кто за этим следит? Желтому профсоюзу все равно. И вот работники депо номер 7 организовались и выдвинули своего кандидата, кандидата, машиниста Олега Лебедева, кандидатом в председатели профсоюза, потому что надо что-то делать в профсоюзе. И вот администрация сразу зашевелилась. И сразу они поняли, что что-то там уходит у них из-под контроля. И стала показывать такую прям бурную деятельность. За месяц нашли сразу чайники, купили в комнату отдыха и принятия пищи. Нашли микроволновки, поставили какие-то диваны. В депо включили наконец-то в этом холодном, включили отопление. Сейчас там более-менее тепло. То есть показывают бурную деятельность. И естественно выдвинули своего кандидата, некто гражданина Овчинникова. Из открытых источников выясняется, что гражданин Овчинников закончил Академию Тыла, работал в системе ФСИН. Оттуда пришел в метрополитен. Имеет фирму, продает медицинское оборудование. Главный заказчик именно метрополитен. Доход свыше 100 миллионов. А также он стесняется сказать и не говорит нигде, что он является мундепом от партии Единая Россия. Видимо сейчас такой тренд стесняться признаваться, что ты состоишь в этой партии. Ну и как вы сами понимаете, вот набор вот этих вот биографических данных наиболее полно дает ему осознание и понимание, что же такое работа слесарем, работа машинистом. И он готов с утра до вечера защищать работников и улучшать условия труда работников в депо номер 7. Как председатель инициативного комитета от себя хочу сказать, что не должно быть освобожденных работников именно в профсоюзе. Для того, чтобы не отрываться от коллектива, от тех условий труда, надо быть частично освобожденным председателем профсоюза. То есть 50% он должен работать времени своего рабочего, уделять именно оставаться на своем рабочем месте и 50% рабочего времени, соответственно, заниматься профсоюзной деятельностью. И логично было бы именно в депо номер 7 и сделать двух председателей. Один бы был конкретно от слесарей электромонтажников, а другой бы был от машинистов. Тогда бы было полное представительство, вот один на 50% рабочего времени занимается профсоюзной работой, и другой занимается 50% своего рабочего времени именно профсоюзной работой. Тогда дело сдвинется, потому что есть разница крутить гайки и другое дело сидеть в теплом кабинете. Сразу появляются другие интересы. А здесь не отрываешься от коллектива, всегда вокруг тебя твои же коллеги по работе, которые сделают замечания, которые скажут, что вот там что-то изменилось, всегда будешь в курсе и всегда будешь в тонусе, потому что ты работаешь точно в тех же условиях, в которых работают и твои коллеги. И вот в депо номер 7 прошло первое голосование, и голоса делегатов разделились как 50 на 50 делегатов достаточно много, больше 20 человек, и вот так вот разделились. Понятно, что на делегатов было оказано давление со стороны администрации, понятно вот это противопоставление машинистам-слесарям, вот эти вот с детскими какими-то доводами. Но опять же, дело сдвинулось, есть прослойка работников, которые понимают, что от профсоюза будет зависеть очень многое, потому что в ближайшее время перезаключение коллективного договора, это пересмотр СОУД, и от этих двух документов будет очень многое зависеть именно по оплате труда, по условиям работников, по безопасности вообще движения в метрополитене. Ну и меня, как рядового жителя Санкт-Петербурга, очень-очень интересует безопасность в метрополитене. И я понимаю, что конкретно безопасность зависит от тех рабочих, от тех машинистов, которые обслуживают подвижной состав и управляют этим подвижным составом. Как мы видим, ситуация характерна для всей нашей страны, для большинства завода, фабрик, предприятий, когда даже вот в такие органы, как профессиональные союзы, которые должны быть инструментом борьбы за свои права, насаждаются руководством свои ставленники. И если профессиональный союз может вести коллективные споры, то представляете, вот с таким карманом профсоюзом, чем закончится этот спор и в чью пользу будет этот спор. Ну видите, ситуация меняется. Непосредственно в нашем ленинградском метрополитене появилось осознание того, что бороться надо за свои права, в том числе о рабочеванием профсоюзов. И вот мы надеемся, что скоро пройдут очередные, очередной виток выборов в депо номер 7, что наконец-то победит работник вот с самого низа, что наконец-то вот с этого момента начнется о рабочевание профсоюза метрополитена. Потому что мы, рядовые граждане, уже понимаем, что то руководство, которое есть, оно на всем будет экономить, в том числе на безопасности людей, которые пользуются метрополитеном. И только профсоюз, о рабочиной профсоюз сможет изменить ситуацию в лучшую сторону. Ну и будьте здоровы, а пока, пока. Продолжение следует...